Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную жилеточку. Я выбрала самый простой узорчик, который подойдет как для женской жилеточки, так и для мужской. То есть можно связать и мальчику, и девочке в зависимости от выбранного цвета пряжи. Я вязала для девочки. Подойдет данный размерчик до двух лет. То есть здесь у нас высота от плечевого скосика до начала резиночки 30 сантиметров. В полуобхвате у меня 28 сантиметров. Как вы видите, я вязала сначала резиночки 1х1, которая перешла на двойной жемчужный узор, либо двойной рис. Затем я пройму и горловинку обрабатывала тоже резиночкой 1х1. Я вам сегодня покажу, как связать данную жилеточку, основу, а затем вы уже украсите ее на свой вкус. В зависимости от того, кому вы вяжете, мальчику или девочке. Теперь, что хочу сказать по поводу жилеточки. Жилеточка вяжется быстро, но у меня на данный размерчик ушло где-то порядка 110 грамм. То есть моточек целый и немножечко со второго моточка я начала. Если вы будете вязать жилеточку подлиннее, либо побольше, то, соответственно, берете и пряжи побольше. Кому понравилось, конечно же, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу нежно-розового цвета. Это фирма Lano Samasal Baby Anti-Pilling. Это чистый акрил, причем акрил эксклюзив. Для более подробного видео обзора можете перейти по ссылочке, которую я оставлю в описании под этим видео. Там вы сможете посмотреть более подробно о этой пряже. Далее вязать я буду спицами 3,5 прямыми и 3,5 нам понадобятся чулочными для обработки горловины и рукавчиков. Можете, в принципе, использовать еще на полмиллиметра тоньше прямые спицы для того, чтобы связать резиночку. Я этого делать не буду. Я буду вязать полностью от начала до конца спицами номер 3,5. Также вам понадобится крючок, ножнички и сантиметр. Для начала наберем 65 петелек. Нам нужно четное количество петелек плюс 2 кромочные и плюс петля симметрии. Поэтому я буду набирать 62 петли плюс 2 кромочные и плюс 1 петля симметрии. Для начала набираю я начальные 2 петельки на одну спицу для того, чтобы у нас был не растянутый краешек крайней петельки. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 63 петельки. То есть в общей сложности нам нужно набрать 65 петелек. Итак, наши петельки набраны. Теперь берем вот этот хвостик, который у нас остался. Желательно, чтобы он остался у вас подлиннее. Можете скрутить его сразу вот так вот в колечко и прикрепить булавочкой к началу вязания. Вот этим краешком мы для того, чтобы не присоединять ниточку для сшивания, будем сшивать боковые стеночки. Поэтому желательно, чтобы у вас ниточка все-таки осталась при наборе вот эта коротенькая, которая остается и оставляете ее подлиннее. Затем вытаскиваем свободную спицу. Я вытаскиваю на той, на которой нет начальных двух вот этих петелек. И начинаем вязать первый ряд. Кромочную в первом только ряду я провяжу изнаночной петлей. Все последующие ряды, первую, я буду снимать непровязанную. Затем вторую петельку я вяжу лицевой, третью изнаночной, четвертую лицевой, пятую изнаночной. То есть я продолжаю чередовать лицевая и изнаночная петля до конца ряда. То есть мы вяжем первый ряд, формирование, резиночки один на один. Последняя петля у нас обязательно в каждом ряду, кромочная будет изнаночной. Довязали до конца ряда и повернули вязание. Вот эта, посмотрите, сторона у нас, по идее, сейчас идет второго ряда, начало изнаночное. Но я люблю, чтобы вот такая вот гладкая косичка была с лицевой стороны. Поэтому будем считать, что первый, третий, пятый ряд, то есть нечетные ряды, это изнаночная сторона. А второй, четвертый, шестой ряд и так далее четные. То есть будет у нас лицевая, четная сторона. Итак, сейчас второй ряд мы будем вязать по рисунку. То есть кромочную снимаем, как я уже говорила, первая снимаем непровязанной. Далее у нас идет изнаночная петля. Мы так и вяжем ее изнаночной. Далее идет лицевая петля. Мы так и вяжем ее лицевой. И продолжаем чередовать над лицевыми петлями лицевые, а над изнаночными петлями провязываем изнаночные. То есть мы вяжем резиночку 1х1. Сейчас мы с вами начали вязание второго ряда резиночки 1х1. Всего нам нужно связать таких рядочков 10. То есть еще довязываете вот этот ряд до конца. И еще вам нужно будет связать 8 рядов резиночки 1х1 прямыми обратными рядами. То есть просто вяжете над лицевыми петельками лицевые, над изнаночными петельками изнаночные. При этом первую кромочную снимаете непровязанной. А последняя петля ряда у вас всегда будет вязаться изнаночной. Для того, чтобы у вас просто были красивые ровные края кромочных петелек. Провязав 10 рядочков резинки 1х1, я поняла, что я остановилась на изнаночном ряду. Поэтому решила довязать еще один 11 ряд. Для того, чтобы оказаться просто в начале лицевого ряда, как мы и договаривались, вот она наша красивая косичка. И с левой стороны у вас находится вот этот вот краешек ниточки, который мы договорились также оставить по длине, чтобы шить боковую сторону. Теперь мы сейчас начинаем вязать первый ряд рапорта узора высоту нашего основного рисунка для жилетки. Вяжется он следующим образом. Первую кромочную мы снимаем непровязанной. Далее у нас идет изнаночная петля. Мы ее вяжем лицевой, а лицевую петлю следующую вяжем изнаночной. Итак, продолжаем вязать до конца ряда. Там, где изнаночная, вяжем лицевую, там, где лицевая, вяжем изнаночную. То есть как бы наоборот. Чередование петли лицевая-изнаночная так и продолжается, как и в резиночке 1х1, но мы меняем местами петельки. То есть, как вы видите, уже в шахматном порядке у нас расположен предпоследний и последний ряд. Лицевые и изнаночные петельки. Вот так вот вяжем до конца ряда, при том, что, как всегда, кромочную мы будем вязать последнюю изнаночной петлей, а первую снимать непровязанной. Это остается неизменным до конца вязания. Первый ряд довязан и разворачиваем на второй ряд. Второй ряд и все четные ряды, четвертый, шестой, восьмой, десятый и так далее, все изнаночные ряды вяжем по рисунку. Кромочную снимаем и провязываем. Далее у нас идет изнаночная. Вяжем ее изнаночной. Лицевой вяжем лицевой. Над лицевой вяжем лицевую. Над изнаночной вяжем изнаночной. То есть полностью, всегда, запомните, что от начала до конца вязания изнаночная сторона у нас вяжется по рисунку. Изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевые. Кромочную последнюю изнаночная. Первая снимаем непровязанная. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом при сшивании боковых швов у нас вот эти вот боковые наши косички были ровненькими, красивенькими и нам было легко и просто сшивать. Третий ряд раппорта узора это смещение. Первую кромочную снимаем. Далее у нас идет лицевая петля. Лицевую мы вяжем изнаночной. То есть делаем смещение на одну петлю. Изнаночную вяжем лицевой. Лицевую вяжем изнаночной. Изнаночную вяжем лицевой. То есть чередуем также лицевая и изнаночная до конца ряда. Но при этом мы снова поменяли местами, как и после вязания резиночки 1х1. Мы сместили ровно на одну петлю. И, как вы видите, вот такой вот у нас получается двойной жемчужный узорчик. И осталось довязать до конца ряда над лицевыми петлями изнаночные, над изнаночными лицевые. И провязать по рисунку четвертый заключительный ряд раппорта узора высоту. И теперь с первого по четвертый ряд у нас будет рисуночек повторяться. То есть, как вы видите, ничего абсолютно сложного нет. Все очень легко и просто. Связав до конца последний четвертый ряд изнаночный, это последний ряд раппорта узора высоту. Теперь повторяем с первого ряда по четвертый. Нужное количество раз. То есть, смотрите, сейчас у нас по счету узорчика пятый ряд. И мы вяжем его как первый. Кромочную снимаем, далее у нас идет изнаночная. Мы вяжем лицевую. Далее идет лицевая, мы вяжем ее изнаночной. И так продолжаем чередовать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, но со смещением в одну петельку. И теперь главное вам запомнить, что в каждом лицевом ряду, первом, третьем, пятом, седьмом и так далее, то есть, в каждом нечетном ряду, вы будете делать смещение. То есть, фактически просто вяжете в шахматном порядке лицевая, изнаночная петля. А каждый изнаночный ряд будет вязаться по рисунку. Благодаря этому и будет провязывание два ряда одинаковых совершенно, которые вы зададите в лицевом ряду. Сначала в одном порядке, в следующем лицевом ряду, в шахматном порядке. Соответственно, изнаночный ряд просто повторяет лицевой ряд. Снова в шахматном порядке, в шахматном порядке, то есть, в каждом лицевом ряду вы будете вязать лицевые изнаночные петлики в шахматном порядке. А изнаночный ряд, соответственно, просто провязывать по рисунку. из-за этого и называется двойной жемчужный рис потому что обычный рис вяжется просто в шахматном порядке все ряды то здесь благодаря провязыванию изнаночного ряда без изменения по рисунку у нас идет вот такая вот двойнарядка я бы сказала даже вот и вот таким вот образом я буду вязать полностью всю жилеточку то есть вот таким вот узорчиком для начала нам нужно провязать нужную высоту жилеточки до проймы дота до тех пор пока мы будем закрывать скажем так пройм очку для рукавчиком вот я буду вязать от начала вязания от самого первого ряда резиночки до проймы 18 сантиметров всего и по количеству рапортов с 1 по 4 ряд это порядка 10 рапортов то есть где-то приблизительно 10 рапортов я буду вязать первый рапорт мы с вами связали полностью и 2 уже начали то есть еще где-то 8 с половиной я бы даже сказала почти 9 рапорта в общем я довяжу самостоятельно как и вы я думаю что здесь сложного ничего нет главное помните что вот это у нас лицевой ряд и что в каждом лицевом ряду вы делаете смещение изнаночный ряд вот такие вот рубчики вяжите по рисуночку и так вяжем нужную высоту жилетки если вы хотите в жилеточку пониже то есть более так на попочку то вяжите соответственно больше количества рапортов узора путанки и так я связала 18 сантиметров у меня получилось от начала вязания провязана резиночка и 9 с половиной рапортов узора двойного риса или двойной путанки вот теперь я остановилась на провязывании изнаночного ряда и повернула вязание на лицевой ряд то есть я сейчас нахожусь начале лицевого ряда и начинаю закрывать петельки для проймы кромочную снимаем не провязанной далее у нас получается провязана уже два ряда лицевой петли поэтому сейчас по рисунку должно быть смещение на изнаночную петлю мы делаем это смещение то есть провязываем петлю изнаночной и одеваем кромочную на провязанную только что изнаночную петлю теперь у нас идет изнаночная петля мы вяжем ее лицевой и предыдущую петлю одеваем на эту лицевую петлю то есть мы закрыли 2 петли далее у нас идет лицевая мы вяжем ее изнаночной и на эту изнаночную одеваем предыдущую провязанную вот здесь вот петлю получается мы сделали закрытие 3 петли и сейчас у нас идет изнаночная мы вяжем ее лицевой и протягиваем на нее точно также предыдущую петлю и делаем закрытие получается 4 петли подряд мы закрыли 4 петли проймы и продолжаем дальше вязать до конца ряда петли со смещением то есть там где лицевые вяжем изнаночные там где изнаночные вяжем лицевые и вот так вот до самого конца ряда кромочная наша как всегда изнаночная то есть мы вяжем получается третий ряд раппорта узорчика если у вас другой ряд то есть допустим последний ряд вы провязали и начали с первого ряда раппорта то просто довязывайте первый ряд как у вас ложатся петли довязали до конца лицевой ряд и повернули на изнаночную сторону как вы помните изнаночная сторона у нас идет по рисуночку поэтому кромочную снимаем далее у нас идет лицевая так и провязываем ее лицевой и кромочную одеваем на лицевую сократили первую петлю далее у нас изнаночная петля мы вяжем ее изнаночной и одеваем предыдущую на изнаночную петлю сократили вторую петлю далее идет лицевая вяжем лицевой одеваем предыдущую петлю на лицевую третью петлю сократили и последняя петля изнаночная мы вяжем ее изнаночной и переодеваем на нее предыдущую петлю то То есть мы закрыли и с этой стороны, получается, для проймы вот 4 петельки. То есть у нас, получается, в лицевом ряду сокращение пошло на 4 петли с одной стороны. Довязали до конца ряд, повернули на изнаночную сторону и сократили с другой стороны тоже 4 петли. Таким образом мы будем делать и на спинке. То есть через такое же количество провязанных рядочков мы будем делать убавление для проймы на спинке. Поэтому запоминайте. И сейчас продолжаем вязать по рисунку до конца ряда над лицевыми лицевые петельки, над изнаночными и изнаночными. То есть я вяжу, получается, 4 ряд рапорта высоту, последний ряд, или последний ряд 10 рапорта высоту. Если вам так проще понимать, то в общем вяжем изнаночный ряд, как всегда, по рисунку. Итак, довязали изнаночный ряд до конца и у нас, посмотрите, получились вот такие замечательные 2 проймочки. И теперь нам нужно общее количество. Мы убавили, получается, по 4 петли с двух сторон 8 петелек и у нас осталось 59 петелек. Мы должны общее количество поделить на 2. То есть получается 28 целых и 1 лишняя по серединке петля. Мы берем, отсчитываем 28 петелек в одну сторону, 28 петелек в другую сторону и находим центральную эту петельку. Итак, отсчитываем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. И вот она наша центральная 29 петелька. Если вы продолжите дальше считать, то у вас также должно остаться 28 петелек. Я сейчас беру маркер, отмечаю вот эту центральную петельку. Вы можете взять булавочку, также маркер, какую-то цветную ниточку и отметить вот эту центральную петельку лицевую. И теперь считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 петелек. 28 в одну сторону, 28 во вторую сторону и 29 центральная петля. Отметили ее маркером и мы будем вязать до вот этого момента, до лицевой петельки и начнем убавлять петли для горловинки. Горловина у нас будет V-образная, поэтому я думаю, что с ней справится любой желающий. И начинаем вязать, обратите внимание, с лицевой стороны. Первую кромочную снимаем, далее у нас идет изнаночная. Мы вяжем ее лицевой, так как это ряд со смещением. У меня это первый ряд рапорта высоту. Теперь у нас идет лицевая, мы вяжем ее изнаночной. Изнаночную вяжем лицевой, а лицевую вяжем изнаночной. То есть мы вяжем петельки до вот этой средней петли лицевой. Изнаночная лицевая, лицевая изнаночной. Довязали до средней петельки и по идее у нас сейчас по чередованию петелек вот эта лицевая должна быть изнаночной. Но так как следующая изнаночная должна быть лицевой, то мы вот эту лицевую центральную и первую изнаночную с левой стороны провяжем вместе. Я обвяжу за заднюю стеночку одной лицевой, две петли вместе. То есть мы сделали сокращение вот здесь вот в начале. И теперь довяжем до конца этого ряда полностью все петельки по рисунку, как у нас должны ложиться со смещением. То есть над лицевыми изнаночные петли, над изнаночными лицевые. Просто продолжаем вязать до конца ряда. Затем поворачиваете с изнаночной стороны вязание и вам нужно довязать по рисунку над изнаночными, изнаночные, над лицевыми лицевые до вот этого убавления. То есть вот эти петельки, получается их мы считали 28, теперь уже с сокращением их точно 28. Поэтому развернув на изнаночный ряд, вяжем по рисунку 28 первых петелек. Провязали 27 по рисунку, 28 у нас изнаночная. Так и вяжем ее изнаночную по рисунку. То есть провязали 28 петелек, последняя 28 петля, это у нас из двух вывязана одна. Не довязывая до конца изнаночный ряд, поворачиваем вязание на лицевой ряд. То есть посмотрите, фактически мы получается до серединки довязали, вот он наш маркер, и повернули на лицевой ряд. Теперь у нас сейчас идет вот эта кромочная петля, далее идет у нас изнаночная петля. По ряду смещения лицевому она у нас должна быть лицевая. Вот мы первую кромочную и вторую изнаночную петлю провяжем вместе одной лицевой. То есть делаем сокращение. Далее у нас идет лицевая, мы вяжем ее по смещению изнаночной, далее идет изнаночная, вяжем лицевой. И так далее вяжем со смещением по рисунку над лицевыми изнаночную петлю, над изнаночными петлями лицевую. И вот так вот вяжем до конца ряда. Кромочная у нас изнаночная, затем разворачиваем ряд и следующий ряд вяжем все петельки по рисунку. Не забываем, что вот эта средняя петля, которая у нас провязывается с изнаночного ряда, последняя, вот она у нас, она также вяжется изнаночной. Вот эти петельки не трогайте, то есть после маркера петельки не трогайте. Просто изнаночный ряд, как всегда, по рисунку, над лицевыми лицевые петельки, над изнаночными изнаночные петельки. Связали с изнаночной стороны 27 петелек по рисунку. Почему 27? Потому что мы здесь вот эту 28 петельку сократили в начале лицевого ряда. Теперь берем кромочную, вот эту нашу, будем считать за первую петельку. И теперь по рисунку, у нас вторая изнаночная, мы должны связать ее лицевой. Поэтому вот эту первую кромочную и вторую изнаночную вяжем вместе снова лицевой. Тем самым убавляем снова в начале, вот здесь вот, левой стороны, в начале лицевого, будем считать ряда, одну петельку. И теперь у нас идет лицевая петля, а это ряд со смещением, поэтому вяжем ее изнаночной. Над изнаночной вяжем лицевую. И снова повторяем, над лицевыми изнаночные петли вяжем, над изнаночными лицевые до конца этого ряда. Затем поворачиваем на изнаночную сторону и все петельки по рисунку вяжем. У нас сократилась в начале ряда одна петля, поэтому с изнаночной стороны у вас уже будет 26 петелек. При том, что вот эта последняя петля в изнаночном ряду будет считаться как кромочная, поэтому всегда ее будем вязать изнаночной петлей. И в конце лицевого ряда у нас здесь кромочная, также изнаночная. Изнаночная сторона у нас завязана и снова поворачиваем на лицевой ряд. И снова в лицевом ряду и в каждом последующем ряду, как вы уже поняли, мы будем убавлять по петельке, сначала провязывая нашу лицевую кромочную петлю вместе с изнаночной петлей следующей, одной сплошной лицевой петлей. То есть две провязываем первые петли лицевого ряда вместе, а затем продолжаем вязать со смещением над лицевыми петельками изнаночную петлю и над следующими изнаночными петельками вяжем лицевую петлю. Снова лицевая вяжем изнаночной, а изнаночную вяжем лицевой. Тем самым мы сократили снова в начале ряда одну петлю и с изнаночной стороны у нас будет на одну петельку меньше. Следовательно, 25 петель с изнаночной стороны также вяжем по рисунку. Связали изнаночный ряд и повернули на лицевую сторону. Снова в лицевом ряду мы первую провяжем со второй петлей вместе одной лицевой. Тем самым сократили снова одну петельку и над лицевыми. Это ряд смещения, поэтому над лицевыми вяжем изнаночную, а над изнаночной петлей вяжем лицевую. И вот так вот до конца лицевого ряда изнаночный, как всегда, ряд по рисунку. И у нас уже в изнаночном ряду снова уменьшится на одну петлю, поэтому будет 24 петельки в изнаночном ряду. Довязали изнаночный ряд и теперь снова в начале лицевого ряда провяжем первые две петельки вместе, убавили одну петлю. Следующая у нас идет лицевая, поэтому вяжем ряд со смещением, значит она уже изнаночная. Изнаночные петли вяжем над лицевыми, а лицевые петли над изнаночными петлями. То есть ряд со смещением и в изнаночном ряду у нас снова на одну петельку меньше, значит по рисунку с изнаночной стороны мы вяжем уже 23 петли. Провязав изнаночный ряд, у нас получается с лицевой стороны в начале ряда снова убавляем кромочную нашу, то есть лицевую первую петлю и вторую изнаночную провяжем вместе одной лицевой. Затем у нас идет лицевая, мы вяжем изнаночную ряд со смещением, над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой изнаночной и так далее. То есть в каждом лицевом ряду, в начале ряда мы будем провязывать 2 петли первые вместе до тех пор, пока у нас на спице не останется 14 петелек. При этом после убавления у нас получается первая петля, а затем еще останется 13. И изнаночный ряд нам нужно провязать по рисунку 14 оставшихся петелек. То есть убавляем до тех пор, пока у нас на левой спице не останется 14 петелек. Просто провязываете в каждом лицевом ряду со смещением 2 петли, первые вместе одной петлей лицевой, а затем изнаночный по рисунку. Итак, я убавила до 14 петелек, мы теперь их не трогаем. Это наш плечевой скосик. То есть смотрите, сейчас мы получается делали убавление на горловине, для того, чтобы сделать вырез для горлышка. И теперь дошли до убавления 14 петелек. Я перешла на чулочные спицы, обратите внимание, мне так более удобно. Так что если хотите, можете перейти смело на чулочные спицы, так как очень мало петелек, а спицы длинные, как вы понимаете, так удобнее. И теперь смотрите, я закончила вязание на изнаночном ряду, то есть провязала без изменения. И сейчас мы находимся в начале лицевого ряда, там где нужно делать смещение петелек. Смотрите, для общего размера, для общей высоты, мне не хватает буквально пару сантиметров. Поэтому я сейчас эти пару сантиметров довяжу с помощью четырех рядочков. То есть я сейчас делаю первый ряд смещения, затем провяжу изнаночный, и второй ряд смещения, и затем изнаночный. Просто четыре ряда провяжу сейчас по рисунку, по узору. То есть с лицевой стороны буду делать смещение, но без измена на 14 петельках. И с изнаночной стороны буду вязать по рисунку. То есть просто провяжите четыре ряда по узору, по нашему. И на этом вязание левой стороны у нас левого плечика закончится. Вот я провязала еще четыре ряда без изменения. И теперь можем вот эту ниточку нашу рабочую отрезать. Но отрезаем так, чтобы осталось нам для сшивания плечевого скосика. Поэтому оставляем где-то сантиметров 20. Можете чуть меньше, чуть больше. И я оставляю открытыми петельки на вот этой нашей чулочной спице. То есть я это плечо уже не трогаю. И приступаю к вывязыванию горловины уже с правой стороны. Она у нас точно так же будет, но в зеркальном отображении. Поэтому мы, если вы помните, мы делали вязание здесь вот в лицевом ряду. А затем возвращали полочку, вот эту вот левую, с изнаночной стороны вязания. Поэтому сейчас фактически должен быть здесь, на этой стороне, изнаночный ряд. Мы поворачиваем его на изнаночный ряд и начинаем вязать. Берем отрезанную ниточку нами и теперь прикладываем вот так вот в первой петле. Первая петля у нас изнаночная, значит провяжем первую петлю изнаночной. Далее вторая лицевая вяжем лицевой. То есть мы вяжем сейчас по рисунку, как и все предыдущие изнаночные ряды. Вот так вот. Я первую петельку не закрепляю и ниточку точно так же пока не закрепляю. Я потом уже свяжу и мне будет проще ее спрятать под вязание обработки горловины и так далее. То есть я ее пока не закрепляю и не трогаю. Сейчас я буду провязывать по рисунку полностью весь изнаночный ряд. И обратите внимание, чтобы у вас не было никаких изъянов, погрешностей. Где-то если спустились петельки, пока мы вязали первую полочку, то обязательно их пересчитайте, подберите, чтобы все было хорошо. И провяжем изнаночный ряд, как всегда по рисунку. Кромочная у нас всегда будет изнаночная, как всегда. И первая сниматься не провязанной. Вот она наша последняя изнаночная. И первую будем сейчас снимать в лицевом ряду не провязанной. Далее у нас сейчас ряд лицевой, поэтому ряд со смещением. Мы над лицевыми вяжем изнаночные, над изнаночными вяжем лицевые. И так вяжем по рисунку со смещением до последних двух петелек ряда. То есть вот так вот вяжем над изнаночными лицевыми, над лицевыми и изнаночными. До конца, до последних двух петелек этой половинки. Довязали ряд со смещением. У нас осталась одна изнаночная петля, предпоследняя и последняя лицевая. Мы заводим спицу за лицевую и провяжем вместе лицевую и изнаночную петлю одной лицевой петелькой. То есть как бы сделаем в конце лицевого ряда убавление. Теперь разворачиваем на изнаночный ряд. Первую снимаем не провязанную петлю. Далее у нас идет лицевая, изнаночная. Так и вяжем по рисунку, как и все предыдущие изнаночные ряды. Затем снова поворачиваем на лицевой ряд. Ряд со смещением вяжем над лицевыми и изнаночными, над изнаночными и лицевыми. До двух последних петелек в лицевом ряду. довязали до двух последних петель лицевого ряда у нас идет изнаночная лицевая мы заводим снова спицу за лицевую петлю и вяжем лицевую изнаночную петлю вместе одной лицевой далее разворачиваем на изнаночный ряд и вяжем по рисунку довязав изнаночный ряд разворачиваем на лицевой и вяжем ряд со смещением до двух последних петелек а затем лицевую изнаночную петлю в конце или если считать справа налево то изнаночную лицевую вяжем заводя за лицевую петлю вместе две петли лицевой и таким образом мы точно также аналогично первой стороне убавляем в каждом лицевом ряду но не в начале ряда а в конце убавляем по одной петельке тем самым мы сейчас получается убавили провязали 33 лицевых ряда и убавили три петли значит у нас сейчас осталось 25 петель и значит разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем по рисунку 25 петелек затем снова в лицевом ряду в конце вяжем 2 вместе убавляем еще одну петлю оставляем 24 на изнаночный ряд и так далее то есть в каждом лицевом ряду но в конце ряда мы будем убавлять по одной петле провязывая изнаночную и лицевую последнюю петлю 2 вместе петли 1 лицевой и будем вязать вот такое точно убавление как и с левой стороны у нас будет аналогично идти с правой стороны до тех пор пока у нас на спице или на спице вот это вот одной не останется 14 петелек как и на первом плечике довязав убавление до 14 петелек точно также довязываем без изменения по рисунку 4 ряда для того чтобы сделать аналогичную сторону и вывязать полностью высоту нужную нам для жилеточки все перед наш окончено отрезаем ниточку оставляем 20 сантиметров для того чтобы потом закрыть плечевые вот эти скосы наши теперь снимаем маркер он нам больше здесь не нужен и все наш перед готов теперь до встречи во второй части где мы с вами продолжим вязать спинку и обрабатывать горловинку и пройму